Друзья, сегодня я хочу поделиться с вами рецептом от простуды, одним из рецептов от простуды. И делать мы будем с вами компот, чай, как хотите так и называть, и от этого эффект не ухудшится. Делать мы будем эту витаминную бомбу, которую можно будет употреблять как во время простуды, заболевания, так и для профилактики. Нам понадобится для этого вот облепиха, спекр привез, я ее хорошенько промою. Нам понадобится, у меня есть малина замороженная, она уже разморозилась, поэтому такой не очень привлекательный вид она имеет. Я знаю, что многие делают малину, замораживают перетертую сахаром, если у вас такое есть, доставайте с морозилки. Если у вас есть еще смородина, тоже доставайте с морозилки, чтобы сделать витаминную бомбу. И туда же, в этот напиток, отправится, ребята, мята. Мята. Как она превосходно пахнет. И вообще сочетание малины с мятой это нечто. Попробуйте и запах, и вкус сочетания малины с мятой. Это просто превосходно. На огонь я поставила уже водичку, трехлитровая кастрюлька, и жду, пока она закипит. В это время я промою облепиху. Листочки плохую облепиху я выберу, оставлю только хорошенькую. Возьму из этого пучка мяты половинку. Сейчас, пока вода закипает, я занимаюсь этими травами, ягодами. Итак, друзья, вода у нас уже закипает. Я перемыла облепиху. Тут примерно грамм 300, то есть это полторы стаканчика. Наша малина. Тут еще черники немного. И пол пучка мятки помыла. Все, на данном этапе мы можем уже закидывать облепиху. Могут попадаться листики от облепихи, но ничего страшного, она там все сварится. Облепиха дает свои витамины, дает свой цвет. Вы можете в интернете прочитать, насколько богата разными витаминами облепиха, насколько она полезна. Так что, ребята, собирайте облепиху. Пока еще есть возможность, я так думаю. Собирайте облепиху, покупайте ее, замораживайте, чтобы всегда у вас была в морозилке, в холодильнике, чтобы вы могли сделать витаминную бомбу такую. Так. Отправляем туда малинку. Можете добавлять другие ягоды, например, черная смородина. Так как черная смородина, это тоже кладезь витаминов. Витамина С. И она хороша для желудка, для зрения. И от пастуды тоже смородина подходит. Такой интересный, приобретает цвет наш напиток. Смотрите, вверху такие ягодки. Так вот делаешь, а там от малинки розовая водичка. Вот такая красота. Сейчас мы отправим туда нашу мяту. И я еще кину ложку сахара. Если вы будете малину кидать замороженную, перетертую с сахаром, возможно, вам не понадобится еще спать с сахаром это все дело. Но у меня простая малинка была замороженная. Я добавлю все-таки сахар, так как напиток получится кисленький. А если добавим сладости немного сюда, сахарку, то будет очень приятный кисло-сладкий напиток от простуды. Вообще тонизирующий, очень прикольный. Вместо чая можно делать. Так вот, отрываем, кидаем. В принципе, можно вместе с вот этими бревнами кидать. Но я хочу только листочки. Красивая мята. Пахучая. Боже, какая прелесть. И насморк пройдет. И горло, и кашель. Если будете пить этот напиток, обязательно в теплом, даже в таком более горячем виде, то вы быстренько выздоровеете. Быстренько ваша простуда пройдет. И для профилактики можно регулярно пить этот напиток. Для повышения тонуса, иммунитета. Это просто витаминная бомба. Смотрите, какая красота. И закидываю ложку сахара. Такую щедрую ложечку сахара с горочкой. Закидываю я сюда. В этот наш витаминный напиток. А теперь, ребята, мы варим как бы не совсем компот. Нам нужно, чтобы все витамины сохранились. Мы сейчас дождемся, когда это только все дело скипнет. Выключаем, накрываем крышкой и ждем, пока оно все настоится. И можно уже будет пить. Красота. Все, ребята, у нас это дело закипело. И я сразу выключаю. Выключаю. И накрываю крышкой. Пусть оно там настаивается. Может, минут 15-20. И после я вам покажу, какое оно... Расскажу, какое оно на вкус. И пусть настаивается пока. Друзья, смотрите. Наш напиток уже настоялся. Уже даже пару стаканчиков было выпито отсюда. Вот так вот все ягодки ушли на дно. Вот такой вот красивый, насыщенный цвет получается. Такой вот. Теперь можно его разогревать. Разбавлять даже с горячей водой, если сильно вам будет кисленько. И добавлять сахара. И это будет то, что нужно. Простуда будет быстрее уходить. И для профилактики такой напиток будет то, что нужно. Очень вкусно и полезно. Так что делайте. И здоровья вам крепкого. И ставьте палец вверх, если это видео вам было полезно. Обязательно попробуйте такой вот напиток. Витамина бомба от простуды. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал. А мы с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока.